Мясо по-французски Мясо по-французски Это так делаю я, а вы выбирайте, конечно, как вам больше нравится Итак, для этого рецепта мне понадобится Из мяса я покупаю курицу или свинину Сегодня у меня курица Понадобится еще твердый сыр Два помидорчика, грибы и специи У меня паприка, черный перец, пока горошек, но я его перекручу Чеснок, соль и для заправки мне понадобится сметана и горчица Если вы любите майонез, сметану можно заменить легко майонезом Итак, мясо нужно сразу порезать, немножечко отбить Я буду отбивать немножко, потому что у меня курица Если свинина, можно отбить, конечно, немножечко посильнее Сразу готовлю мясо Мясо предварительно нужно промыть и дать воде стечь Теперь нужно посмотреть, как получше можно разрезать филе Смотрите, я разрезаю на такие кусочки, которые потом немножечко отбить Чтобы они не были сильно тонкие Я не люблю, когда мясо очень тонкое Все-таки это мясное блюдо и здесь мясо должно чувствоваться Теперь разрезаю пополам И этот кусочек, он такой вот толстенький, тоже на две части Вот такие вот получаются хорошие кусочки Здесь тоже сразу отрезаю то, что уже почти отрезано Тонкий кусочек оставляю А вот это вот разрезаю на две части Вот такие вот хорошие кусочки Пока они толстенькие, но отобьются и будут как раз то, что нужно Ну вот, чтобы на камеру не стучать Отбиваю я мясо через пакет Кладу по несколько кусочков на досточку и отбиваю И смотрите, какие получаются хорошие кусочки Отбитые, нежные и не тонкие Будете чувствовать, что вы кушаете мясо, а не какая-то основа под грибами Теперь это мясо нужно замариновать Сюда в сметану с горчицей я натираю 2 зубочка чеснока Немножечко так для аромата Добавляю сюда столовую ложечку паприки Сладкой И пол ложечки молотого перца Все это нужно перемешать Добавляю сюда треть чайной ложечки соли Снова перемешиваю И выкладываю сюда мясо Вот для этого я и взяла мисочку побольше Чтобы здесь перемешать мясо Хорошо мясо перемешать И поставить в прохладное место Часика на два, чтобы мясо замариновалось Вот в таком виде отправляю в холодильник И теперь у меня будет достаточно времени Приготовить грибы Грибы нужно поджарить с луком Если вы готовитесь к празднику И готовите какой-то салат с жаренными грибами Пожарьте грибов больше И части из них потом возьмите для мяса по-французски Грибы нарезаю не мелко Они будут жариться Уменьшатся в размере Вот такими ломтиками В рецепте я укажу грибы от 300 до 500 грамм Я люблю, чтобы грибов было много Я их купила полкилограмма Но достаточно будет и 300 грамм Высыпаю грибы на сухую сковородку У меня сковородка с покрытием Если же у вас обычная сковородка Для того, чтобы грибы не прихватились к донышку До того, как они пустят свой сок Вы просто смажьте донышко подсолнечным маслом Не наливайте, а просто смажьте Жарю на сухой сковородке Вот так вот их много Но сейчас они пустят сок И, конечно же, станет их намного меньше А пока приготовлю лук Лук я порезала вот такой вот небольшой соломкой Здесь одна средняя луковица Уже грибы пускают сок Пока испарится этот сок Грибы протушатся Смотрите, как жариваются грибы Их уже стало в 2 раза меньше Сейчас еще немножечко подожду Чтобы этот сок испарился И буду добавлять лук И немножечко посолю Многие предпочитают грибы класть на мясо сырыми Но мне вот так вот нравится больше Это, конечно, на любителя По вашему вкусу Но я грибы всегда предварительно прожариваю С лучком И тогда вот этот сок уже не выделяется в духовке Готовится мясо намного быстрее И, как для меня, получается более вкусное Грибы уже становятся более сухими Сок испаряется Добавляю лук Обязательно немножечко соли И теперь буду жарить Пока лучок станет таким вот прозрачным Можно немножечко добавить перца Ну вот, грибочки готовы Лучок прозрачный Я попробовала на соль, на перчик Все очень хорошо Еще раз повторюсь Если у вас сковородка без покрытия И вот уже сок испарился Видите, что прихватываются грибы Но лук еще немножечко прожарится Добавьте чуть-чуть подсолнечного масла И все, и будет все отлично Так, все Грибы должны остыть Вот, и можно уже готовить мясо и запекать Все продукты готовы Теперь можно формировать блюдо Форму я приготовила вот таким вот образом Я ее смазала размягченным сливочным маслом Можно простелить форму пергаментом или фольгой Мне нравится так Сыр я натерла на крупной терочке И осталось порезать только помидоры Помидоры вырезаем попки И нарезаем вот такими вот дольками Духовочка нагрелась Температура 180 градусов И теперь выкладываю мясо Мясо выкладываю плотненько Чуть ли не друг на дружку краешками При запекании оно все равно еще будет уменьшаться В размере и места ему здесь будет достаточно Вот так вот даже я его немножечко уплотняю Смотрите, какое красивое мясо Оно не тонкое, оно такое нежное, отбитое, замаринованное Мясо получится сочное, вкусное Теперь на каждый кусочек грибы Я раскладываю все грибы, которые пожарила Я люблю, когда грибов много Это блюдо готовится очень быстро Вот именно таким вот способом С курицей оно готовится где-то около 20 минут При температуре 180 градусов Со свининой где-то минут 30 Грибы я выкладываю вот так вот горочкой Чтобы потом видно было каждый кусочек отдельно Теперь помидоры Тоже стараюсь сложить именно на кусочки Не между ними При сборке блюда я уже ничего не солю Так как грибы у меня готовы, соленые Мясо тоже замариновано Вот, ну и теперь осталось только засыпать все это сыром Сыра тоже не жалейте Теперь все это ставлю запекать Температура 180 градусов Около 20 минут будет запекаться Точное время скажу, когда уже блюдо будет готово Мясо готово Простояло в духовке при температуре 180 градусов 25 минут После того, как я выключила духовочку Еще 10 минут оно стояло в духовке Вот такое вот румяное, аппетитное получается мясо Я не люблю, когда сыр очень зажарен до такой, знаете, красноты Получается такая жесткая корочка А вот так вот в самый раз Нежно и вкусно Видите, немножечко есть сока Это благодаря тому, что мясо было замариновано Вот маринад дал этот сок В общем, дайте ему еще минут 5 постоять Чтобы немножечко остыло И можно подавать к столу Это мясо легко можно разделить на порции Так как видно каждый кусочек отдельно Смотрите, какой нежный сыр Он не хрустит, не ломается Вот такое вот красивое, вкусное, аппетитное блюдо Можно приготовить на праздничный стол Заблаговременно можно приготовить все продукты Замариновать мясо Поджарить грибы И непосредственно уже перед приходом гостей Забросить все это в духовку И через полчаса Вы подадите на стол Вот такое вот горячее, вкусное блюдо Хочу вам показать это мясо в разрезе Смотрите, белая нежная курица Довольно-таки не тонкая Толстый слой грибочков, помидоры, сыр Все очень аппетитно и очень вкусно Готовьте по этому рецепту Радуйте своих гостей, близких Наслаждайтесь таким вкусным блюдом А на этом я с вами прощаюсь Подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии Всем пока, всем удачи!